Торжественное собрание в стенах муниципального предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» в честь юбилея. Прошло полвека с тех пор, как в областном центре на линию вышли первые троллейбусы. Старейших сотрудников поздравили областные и городские власти. Им вручили благодарности Министерство транспорта и почетные грамоты губернатора Ивановской области. Хочется пожелать, на самом деле, отмечаем 50 лет, чтобы не мы, но наши потомки собрались на 100 лет, на 150 лет Ивановскому троллейбусу, чтобы троллейбус жил, развивался и оставался все так же основной транспортной силой нашего города. На муниципальном предприятии сейчас трудятся почти полторы тысячи человек. Ежедневно на линию выходит 114 рогатых. За полвека ивановские троллейбусы перевезли 2 миллиарда человек. Сейчас электротранспорт курсирует по 11 маршрутам, а 50 лет назад все было иначе. Вячеслав Еремин, проработавший на предприятии более 40 лет, вспоминает, что по одному единственному маршруту ездило всего 10 троллейбусов. Первый маршрут проходил от Точприбора, ну тогда был не Точприбора, а ГЗИП назывался, завод ГЗИП. Он проходил по Резневской, по улице Степаново, переулку Степаново, вверх под ним. Старый Москомедий делал поворот на лице до Багаева, с Багаева обратно. Тут спускался по Молочной горке, в Горельевске опять на ГЗИП. Было кольцо. Теперь без электротранспорта наш город сложно представить. Задача властей – поддерживать дотационное предприятие и заботиться об обновлении парка в планах приобретения трех новых троллейбусов. Самым приятным моментом торжественного мероприятия стала новость, объявленная главой городской администрации. С ноября заработная плата сотрудников муниципального предприятия будет увеличена на 10%. После такого сообщения настроение у работников МУПа стало по-настоящему праздничным.